В области Еролы Тукжанов осмотрел ход реализации проектов по строительству жилья в городе, а также реконструкции дорог. Сначала он посетил комбинат, который был введен в эксплуатацию в 2017 году в рамках государственно-частного партнерства. Завод производит большое количество материалов, необходимых для жилищного строительства, а именно наружные и внутренние панели, напольное покрытие, лестницы. Предприятие уже пять лет использует казахстанскую продукцию. Всего было построено более 40 тысяч квадратных метров жилья. Завершается строительство трех домов в микрорайоне номер 3 жилого массива Исидбатер, в который будут заселены 360 очередников. Здесь есть двух- и трехкомнатные квартиры. Осмотрев сданные в готовом виде дом, глава региона дал положительную оценку проекту и качеству. А строительство дома номер 27 в этом жилом массиве приостановлено. Дом, заложенный двумя годами ранее, должен был быть введен в эксплуатацию в декабре этого года. Однако работы стоят из-за проектировщиков, а также из-за подорожания строительных материалов. компания на территории Актюбинской области осуществляет строительство трех объектов. Все объекты – это объекты жилья. Один из них – это в Храмтау. Два жилых дома. Один у нас идет в Батамше. И также вот здесь, в Актюбинске, в этом жилом массиве Нур-Сити. Данная компания на всех объектах осуществляет задержку по строительству. Данный объект простаивает. На сегодняшний день здесь производится корректировка проекта. По Храмтаускому объекту идет прокурорская проверка. По результатам проверки уже будут приниматься меры и выноситься со стороны прокуратуры определенные меры прокурорского реагирования. Также глава региона посетил проспект Таулиссдек, где ведутся работы по реконструкции. Часть дороги сдана в эксплуатацию. После полного завершения реконструкции дорога по данному проспекту будет восьмиполосной. Стоимость проекта около двух миллиардов тенге. Строительство дороги будет полностью завершено в следующем году. А на улице Чехова в районе Москва начнутся работы по капитальному ремонту дорог, строительству пешеходных дорожек, освещению. Ранее Сулушаш Еломанова, проживающая на этой улице, обратилась к главе региона с просьбой помочь в решении указанных вопросов. На встрече с жителями Акимобласти сообщил, что определен подрядчик по ремонту улицы.